Музыка На Одесском чемпионате Украины по вольной борьбе харьковчане завоевали две золотые медали. Ибрагим Алдатов первенствовал в категории до 84 килограммов, а Лен Засеев в супертяжелой номинации. Также на счету представителей Харькова две бронзы. Их выиграли Вадим Духно и Валерий Шелковин. Здравствуйте! Это «Спортивный интерес». Только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Футбол. Старт нового сезона премьер-лиги в Харькове. Универсиада. Харьковчане привезли из Казани три золотые медали и бронзовую россыпь. Легкая атлетика. Богдан Бондаренко совершил прыжок к звездам. Автоспорт. Ралли Галиция. Испытания техникой и погодой. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор Показу. Инвеститина. Группа Ди Эй Ди. Накануне нового футбольного сезона в составе серебряного призера чемпионата Украины произошли изменения. По информации официального сайта бразильского клуба Крузейра, за металлист будет играть 28-летний атакующий полузащитник Диего Соуза. В обратном направлении проследует Виллиан Гомес. Его контракт по-прежнему принадлежит харьковчанам, а за Крузейра он будет выступать на правах аренды. В стартовом составе «Металлиста» на дебютный матч премьер-лиги отсутствовал Эдмар. Это вдобавок к долгосрочному отсутствию из-за травмы Клейтона Шавьера. Не сказать, что средняя линия выглядела экспериментально, но кое-что новое в этом есть. Начало выдалось на загляденье. Харьковчане прижали гостей к воротам и методично обстреливали вратаря Юрия Панькева, который, впрочем, держался молодцом. Самый убойный момент в этой серии случился на девятой минуте, когда Марко Девич и Себастьян Бланко последовательно не сумели отправить мяч в сетку. Затем Хосе Соса заставил потрудиться голкипера после удара со штрафного. В ответ дончане провели одну острую атаку, в которой удар жуниора Мараеса парировал Александр Горяйнов. Постепенно страсти утихли и на перерыв команды ушли при 0-0. Голов не хватило, не везение. Где-то, может, вот это и есть старт сезона, что еще нету того чувства, когда важный момент надо забить. В самом начале второго тайма Бланко попал в перекладину, а на добивании Панькев снял мяч с ноги у Девича. Позже Олег Красноперов не сумел забить и с более чем голевой позиции. С таким везением команды играли до 77-й минуты, а там Джонатан Кристальдо вывел Девича на очное свидание с фратарем и нападающий не сплоховал. В компенсированное время Марка мог оформить дубль, но промазал. Итого минимальная победа металлиста. Класс, думаю, повыше футболиста-металлист. Старались где-то не уступить в каких-то моментах, но не удалось выдержать. Обидно, гол пропускать в конце игры, конечно, за 10 минут. Будем готовиться на следующий. В остальных матчах тура Шахтер уверенно обыграл кадавра премьер-лиги Гаверлу. Днепр легко справился с Арсеналом, а вот Динамо в первом туре потеряло очки, сыграв в ничью с Волынью. В следующем туре металлист сыграет в Киеве против Арсенала. Неплохой матч намечается между Ильичовцем и Днепром. Наверняка попадаются донецкие металлурги и Карпаты. Все остальное очень прогнозируемое. Стартовал сезон и в первой футбольной лиге. Харьковский Гелиус начал его в суммах против одноименного клуба. Хозяева начали бодрее и к 10-й минуте заставили ошибиться Сергея Борзенко, который привез пенальти и получил красную карточку. Пенальти реализовал бывший игрок «Солнечных» Александр Тарасенко. После перерыва гости могли сравнять счет и не раз, но Сергей Герасимец и Константин Чаус свои моменты упустили. А хозяева забили второй гол в компенсированное время. Гигам Кадемян в одиночку разобрался с защитой Гелиуса и установил окончательный счет. 2-0 в пользу Сум. Состоялась жеребьевка отборочного раунда женской лиги чемпиона в УЕФА. Чемпион Украины «Жилстрой-1» попал в третью группу, где соперницами харьковчанок станут венгерский МТК, ирландский Рахини Юнайтед и североирландский Крузейдерс Страйкерс. Матчи пройдут в Северной Ирландии с 8 по 13 августа. Победители 8 групп и две лучшие вторые команды примут участие в жеребьевке 1-16 финала. Харьковский дзюдоист Виталий Ковтунов завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Улан-Баторе. Выступая в категории до 90 кг, в финале он сошелся с россиянином Александром Григорьевым. На исходе первой минуты схватки харьковчанин провел бросок через спину с колен и получил полпобеды. Но после просмотра видеозаписи судья отменил оценку. А сопернику удалось провести два броска на Вазаре, которые и позволили стать чемпионом турнира. На Всемирной универсиаде в Казани золотую коллекцию сборной Украины начал собирать харьковский боксер Александр Гвоздик. В одной шестнадцатой финала полутяжелой весовой категории «Динамовец» во всех трех раундах был лучей эстонца Айнара Карлсона, согласно мнению судей. В четвертьфинале подопечному Эдуарда Корницкого противостоял кореест Хьон Ким. Несмотря на удивительные судейские оценки, Александр в конце второго раунда довел соперника до изнеможения, а в начале третьего выиграл поединок техническим нокаутом. В полуфинале против белоруса Михаила Довголевца лишь один бразильский арбитр единожды дрогнул, подставив сопернику больше, чем харьковчанину. По результатам остальных записок Гвоздик выиграл в трех раундах. Финал в этой категории не состоялся. Из-за травмы руки россиянин Дмитрий Бевол отказался от участия, и Гвоздик таким образом стал чемпионом. Еще одно золото для Украины завоевал средний вес Дмитрий Митрофанов. В категории до 64 килограммов Денис Беринчик стал третьим. Я думаю, если участвуешь в каком-то турнире, то в любом случае надо уже выкладываться. А универсиада, я не могу сказать, что это, мне кажется, это очень высокий уровень турнир, потому что это, можно сказать, олимпиада по студентам. Здесь даже, по-моему, народу было больше, чем в Лондоне. 13 тысяч. То есть деревня, очень масштабные мероприятия. А первой харьковской медалью на татарской земле обзавелся дзюдоист Артем Харченко. Он выступал в категории до 66 килограммов. Последовательно победив таджика Расула Абдушарипова, латвийца Артура Григорьева и белоруса Вая Татхуляна, в четвертьфинале воспитанник Вадима Капустина уступил будущему финалисту турнира Чо Юнхуну из Кореи. Зато утешился Артем «Лучше не придумаешь». Выиграв ипоном у казаха Бегдуаулета Сабитова, в поединке за третье место харьковчанин сошелся с трехкратным чемпионом мира Ришодом Сабировым из Узбекистана. В итоге получилось Юка и Тришидо против одного замечания в пользу Харченко. Бросил Сабирова броском Гадауле на оценку Юка и удержал ее. Когда осталось одна минута, я понял, что можно немножечко прибавить, немножечко быть пожестче, встречать, не давать назад, и тогда медаль будет у меня. В казанских единоборствах отличились и другие студенты Академии физической культуры. Также бронзовые медали достались дзюдоистке Елизавете Каланиной и Людмиле Никитиной, которая боролась на поясах. Никитина и отобралась, скажем так, с универсиады, всеукраинской универсиады и попала фактически на последнем этапе подготовки. Показала довольно-таки высокий результат, это призер Всемирной универсиады. И говоря про Каланину, хотя она является у нас уже спортсменкой с именем, это мастер спорта международного класса, она призерка Кубков мира по взрослым. Но она еще, скажем так, борется по юноше, по девочкам, то есть она еще на первом курсе, это студентка первого курса. Были определенные сложности, с которыми удавалось нам бороться, но, конечно же, не самостоятельно. Это помощь и городских властей, и помощь нашего ректора Ажипа Александра Юрьевича. Поэтому здесь, конечно же, не только победа наших спортсменов, это победа и города в данных соревнованиях, это знаковое событие. Еще одну медаль, тоже бронзовую, в женском псюдо Харькову принесла студентка Юрокадемии Марина Черняк, а Инна Черняк стала второй в турнире самбисток. Михаил Черкасов из Аэрокосмического университета в мужском самбо добыл еще одну бронзу. Не на медальном подиуме, но тоже неплохо завершила турнир на универсиаде сборной Украины по бадминтону, составленная исключительно из харьковчан. Николай и Анастасия Дмитришин, Артем Почтарек, Геннадий Нотаров, Дарья Самарчанц и Елизавета Жаркая в группе проиграли корейцам 0-5 и британцам 2-3. В утешительном турнире наши обыграли американцев 3-1 и команду китайского Макао 3-0. А в матче за 13 место выиграли у Канады в четырех поединках. Это довольно-таки неплохое место, я считаю, потому что университет проходил очень на высоком уровне, очень было сложно. Приехали не только из Кореи игроки высокогласные, но и из Китая, и очень 20-е ракетки приехали. То есть очень было, это хороший результат, я считаю, для команды Украины. Учитывая, что мы приехали составом только студенты, то есть было очень тяжело завоевать более высокое место. Но могли, в принципе, но так сложилось, что не получилось. Ниже ожидаемого результата в Казани выступила пловчиха Дарья Степанюк. Ни на коронных 100 метрах вольным стилем, ни на полтиннике на спине она не смогла квалифицироваться в полуфиналы. В плавании на 50 метров кролем Степанюк остановилась в полуфинале, а в эстафете 4 по 100 смешанным стилем Степанюк, Мария Ливер, Любовь Король и Анна Дзеркаль заняли седьмое место. В соревнованиях шпажистов Евгений Миргородский в личном первенстве сходу проиграл французу Алексу Фава, а в составе сборной остановился на стадии 1-8, где украинцы уступили Израилю 32-45. В турнире тяжелоатлетов харьковчанин Василий Пилипенко занял десятое место в тяжелой весовой категории. Харьковская копьеметательница Маргарита Дорожон продолжает погоню за нормативом А, который позволяет выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Желанный результат составляет 62 метра. В Будапеште на мемориале Иштвана Дюлае представительница харьковского «Динамо» метнула снаряд на 61 метр 31 сантиметр и выиграла турнир. А на 12-м этапе серии мирового вызова в Мадриде ее результат был шестым – 57-82. Продолжаем говорить о Всемирной универсиаде, но теперь с позиции легкой атлетики. А позиции очень сильные, потому что в этом виде спорта у харьковчан золотые медали в двух дисциплинах. Обе эстафетные. В бульской четверке бежали два представителя харьковского «Динамо». Руслан Перестюк, НТУ ХПИ, разгонял команду. Игорь Бодров, Академия физической культуры, бежал второй вираж. По прямой бежали Сергей Смелик из Луганска и сумчанин Александр Корж. В финале украинцы квалифицировались с лучшим временем дня 38,75. А в главном забеге улучшили этот результат почти на 20 сотых. И привезли соперникам на финише солидный запас. Такое выступление можно назвать сенсацией. А если бы Корж на последнем этапе бежал без проявлений эмоций, наши наверняка установили бы рекорд Украины, до которого не хватило трех сотых. В полуфинале мы уже были лидерами, поэтому как-то уже у нас была какая-то возможность, был какой-то дух, что можно выиграть. Но финал есть финал, и эстафета есть эстафета получается. Там все может быть. Но наш командный дух все нам позволил, и мы сделали то, что мы хотели, то, что мы мечтали. В личных выступлениях Бодров на 100-метровке в финале стал пятым, перестюк на дистанции вдвое больше и закончил во втором забеге. Правда, и задача у него стояла тренировочная. Оба харьковских спринтера тренируются под руководством заслуженных тренеров Украины Надежды и Валерия Бодровых. Оба будут выступать на грядущем чемпионате Украины, который станет последней отборочной точкой на мировое первенство в Москве. Победа на универсиаде – это, конечно, здорово, но главный старт сезона состоится именно в Лужниках. Нельзя сказать, что это два пика формы. Чемпионат мира, в принципе, 20 дней осталось, может, чуть-чуть больше. И ребята показали этот результат. С этим же результатом наши ребята когда-то 10 лет назад, 15, выигрывали чемпионат Европы и были четвертыми на Олимпиаде. Надеемся удержать эту форму, и ребята покажут такой же результат на чемпионате мира. Это нам позволит в финале быть. Более прогнозируемо и не менее приятно выступила и женская эстафетная сборная Украины, за которую бежала харьковчанка Наталья Погребняк. Причем бежала на своем привычном втором этапе. Показав 42,77 секунды, украинки выиграли, обогнав студенческую команду США. Кроме того, на сотни с барьерами харьковчанка Анна Платицына квалифицировалась в финал со временем 13-10, а там хоть и пробежала быстрее на 6 сотых. Заняла четвертое место. Высказав поздравления харьковским легкоатлетам, заметим, что при нынешнем отношении к их виду спорта радостные новости и высокие результаты скоро закончатся. Да, условия для тренировок на самом стадионе «Динамо» хорошие, но помимо дорожек нужно еще и финансовое обеспечение, а с ним большая беда. Спортсмены лечатся за свои деньги, тренеры выезжают на турниры тоже за свой счет. Чтобы не травмировать психику абсолютными цифрами, скажу относительно. Победитель легкоатлетического турнира в Казани от России получает призовых в 35 раз больше украинского коллеги. При таких раскладах быстро не побежишь. Разве что в другой регион, а то и под другой национальный флаг. В свете вышесказанного совершенно неудивительно выглядят результаты юных легкоатлетов, которые соревновались на чемпионате мира в Донецке. Самым лучшим из харьковчан стал прыгун тройным Павел Безнес, который с личным рекордом 15-70 занял шестое место. Также с личным достижением на дистанции 3000 метров финишировала Марина Немченко на 12-м месте. Юлия Ионычева на сотне с барьерами с результатом 14-54 стала в итоге 32-й. На гладкой сотне Алина Калистратова показала 12-36, это 36-й результат. На этой же дистанции среди юношей Александр Ревенко с результатом 11-43 был 67-м. Виталий Зуб оказался лучшим среди украинцев в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров и с результатом 50 минут 28,47 стал 25-м в итоговом протоколе. Толкание ядра Юрий Федосов отправил снаряд на скромные 14-85 и занял 34-е место. В целом сборная Украины на Домашнем чемпионате мира получила лишь одну бронзовую награду, которую в секторе для метания молота с результатом 68-82 завоевала Валерия Семенкова из Умани. В медальном зачете украинцы заняли 32-е место. Победителями чемпионата по количеству и качеству завоеванных медалей стали спортсмены из Ямайки. А теперь о событии прошлом, но актуальном. Харьковский легкоатлет Богдан Бондаренко установил рекорд Украины в прыжках в высоту. На восьмом этапе бриллиантовой лиги в швейцарской Лазани харьковчанин покорил планку на отметке 2 метра 41 сантиметр. Спортивные журналисты назвали этот результат прыжком к звездам. «Без соперников очень тяжело соревноваться. Если есть соперники, тогда они намного больше подзадоривают, скажем так, и тогда можно показать результат. Самому очень тяжело прыгать. Я очень рад, что был Эрик с Америки, который стимулировал меня к этому результату. Если бы его не было, я думаю, что этого бы результата не было». За неполный легкоатлетический сезон Богдан улучшил свой личный рекорд на 10 сантиметров. По спортивным меркам это подвиг. Третья удачная попытка на высоте 2,41 в Лазани позволила Бондаренко не только выиграть турнир, но и переписать историю украинской легкой атлетики. Предыдущее национальное достижение держалось 28 лет. Отец и тренер Богдана Виктор Бондаренко не поверил глазам, когда узнал о результате сына. «Я увидел протокол в интернете, то есть видеокартинки еще не было к тому моменту. Уже 2,39 предыдущая высота, это была уже фантастика, и победа я видел в этих соревнованиях, и суперрезультат. Но 2,41, честно говоря, я даже не думал, что он будет прыгать на эту высоту». Сейчас главная цель тренера и спортсмена – сохранить победные кондиции к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Москве. Примечательно, что в свое время руководство сборной Украины не верило, что молодой высотник сможет достичь таких высоких результатов, тренируясь в Харькове. Своими победами в этом сезоне Богдан доказал обратное. «Ну, если иметь в виду стадион, например, то одни из самых лучших на Украине. Ну, может быть, сейчас Донецкий стадион, конечно, может сравниться, но мы многого не требуем. В плане тренировочном стадион, дорожка, сектор для прыжков – все это есть. Да, может быть, есть к чему стремиться, так сказать, но это минимальное то, что необходимо, мы имеем». Сейчас Бондаренко-младший готовится к очередному этапу бриллиантовой лиги в Лондоне. На данный момент он лидер этих соревнований в своем секторе. На универсиаде в Казани в баскетбольных сборных Украины принимали участие представители Харькова. Женская команда заняла 9-е место, обыграв в последнем поединке команду Китая 85-72. Мужская команда под руководством харьковского тренера Валентина Кулебабы стала 19-й, выиграв это место у Объединенных Арабских Эмиратов 107-54. Волейбольная суденческая сборная Украины забралась на универсиаде куда выше. За команду Сергея Скрипки играли три представителя харьковского локомотива – Дмитрий Старожилов, Ян Ерещенко и Константин Рябуха. Обыграв в групповом турнире Латвию, Таиланд и Японию, в 1-4-й украинцы обыграли Канаду 3-0, а в полуфинале в пяти сетах уступили полякам. В матче за третье место японцы не дали нашим шанса на повторную победу 3-0. Украина 4-я. В Севастополе состоялся второй тур ватерпольного чемпионата Украины среди 14-летних игроков. Добыв 4 победы из 5 возможных, сборная Харьковской области возглавила общую таблицу турнира, набрав 24 очка. Столько же у кишиневского дельфина, который вступает по разнице мячей. Единственный обидчик харьковчан в туре – Львовский Евроспорт – отстает на два пункта и идет третьим. Еще две харьковские команды Первого училища физической культуры и МК ДЮШ замыкают таблицу. Анастасия Малявина выиграла серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Познане. Воспитанница Ирины Лобановской проплыла 200 метров брасом за 2 минуты 28,71. Первой стала киевлянка Виктория Солнцева. Она же первенствовала и на полтиннике тем же стилем. А Малявина в этой дисциплине заняла шестое место. В Полтаве завершился третий этап чемпионата Украины по картингу. Второе место в классе популярный занял гонщик харьковской команды-лидер Григорий Гнатенко. Третьим стал его одноклубник Дмитрий Клочко. В номинации КФ-3 третье место занял дебютант сезона Вячеслав Проценко. В классе «Пионер-Н» также на бронзу выступил Ярослав Дмитриев. В самом скоростном классе ИЦЦ еще одну бронзовую медаль получил Андрей Макаренко. Во Львове состоялся третий этап чемпионата Украины по ралли, десятая ралли Галиция, прошедшая кроме этого в статусе этапа Кубка Европы. В расклад сил на трассе существенно вмешалась непогода и различного рода случайности. В итоге к финишу гонки из 46 стартовавших экипажей добрались лишь 23 машины. В таких условиях каждый, кто мог преодолеть эту дистанцию, уже записал в свой актив значительное пополнение раллийного опыта. Ралли Галиция – это гравий. Это одна из трасс, редких трасс Украины, в которой абсолютно свое покрытие, которое при дожде становится вообще очень скользким, опасным и труднопроходимым. Поэтому это одна из самых тяжелых и напряженных гонок в сезоне. В классе 1400 представители харьковской команды «Хада Моторспорт» Сергей Костюков и Евгений Коршиков стали первыми. В международном пятом классе второе место заняли Станислав Беседин и Александр Донской. А среди полноприводных автомобилей экипаж в составе Николая Чмыха и Александра Вельчинского финишировал четвертым. В общем, в зачете харьковчане стали первыми, второе место завоевали гонщики из юниор-вейт-тим, а третий результат на счету команды – Автодель Рейсинг. Дело в том, что мы одолели и, в общем-то, сошли и итальянцы, и сошли и наши казахские товарищи, и, в общем-то, такие же люди, такие же соперники, с которыми можно бороться и у которых можно выигрывать. Следующим этапом национального чемпионата по ралли станет Александра в ралли, которая состоится в Черновцах в середине августа. Спонсор по указу – Инвеститина группа DAD. Состоялись два матча второго дивизиона чемпионата Европы Парек Белик. В первом из них сборная Украины, составленная преимущественно из харьковчан, обыграла Норвегию 42-14, во втором норвежцы выиграли у Чехии 26-14. Чтобы завоевать путевку в элитный дивизион украинцам, нужно в конце сентября побеждать чехов на их поле. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.